Привет, мои золотые! Привет! Сегодня у нас снова блинный челлендж! Вам в прошлый раз так понравилась рубрика Попробуй дорисуй! Ты хочешь меня убить этими блинами, что ли? Я еще от прошлых блинов не отошел! Ну блин, ну подписчикам понравилась рубрика Попробуй дорисуй! И я решила, нужно повторить! Нужно повторить? Меня добить, что ли, получается? Нет! Ну блин, все, не мешай! Так вот, слушайте! Если кто еще не видел первую часть этого видео, то обязательно посмотрите! Она очень прикольная и очень смешная! Это там, где ты мне чуть не зажарила лицо? Да, она же была веселая! Ой, веселая эльфик! Чуть не зажарили эльфику лицо! Замечательно! Подписчикам понравилось! Конечно, подписчикам понравилось! Кому-то зажаривают лицо, это же весело! Слушай, а что ты ноешь? Твоя утка Элвис Пресли просто стала шедевром мировой художественной... Хотела сказать, литературы! Короче, не ной! Вкратце расскажем правила для тех, кто не смотрел первую часть! Ну лучше посмотрите первую часть, но я все равно расскажу про это! Не рассказывай правила! Пусть идут смотреть первую часть, кто не видел! Ну у нас немного изменились правила! Немного усложнилось! Слушайте, в прошлом... Так куда еще сложнее? Во второй части вообще было верх сложности! Принцип такой! У меня есть красный цвет, точнее розовый, у эльфика голубой цвет! Мы рисуем загогулину... У меня не голубой, у меня синий! Хорошо! Мы рисуем загогулину друг к другу, и каждый из нас должен из этой загогулины сделать осмысленный рисунок! Так вот, в первой части была одна загогулина, а в этой части мы будем делать по две загогулины! Да давай уже! По три, ладно уже, че уж там, че мелочиться! В третьей части сделаем по три загогулины, в этой части по две загогулины делаем! Ну что ж, я хочу тебе побыстрее уже нарисовать загогулину, давай не узнать! Какую загогулину? Ты куда разбежалась? Стопэ! Что, что такое? Мы еще не попрашивали у зрителей подписку! А ты что, не знаешь, что выпрашивать это неэффективно? Тут нужно угрожать! Если вы не подпишетесь, я их сику зажарю лицо! Они вообще так никогда не подпишутся! Подписывайтесь, подпишитесь, пожалуйста! Она горячая! Горячая срабородка! Ты серьезно? Слушай, она горячая, не думай! Все, я вижу, уже подписались! Подействовала! Ух, ты такой красный испугался, да? У меня аж слезы из глаз побежали! Ты че, я... Зато эффективно! Посмотри, вот этот подписался, и вот этот подписался! Да не все подписались, ты че? Хотя странно, я думал не подпишутся! Я думал, все хотят увидеть, как ты меня зажариваешь! Ну, все тебя просто пожалели! Итак, раунд первый! Две загогулины! Сначала я! Так, только посложнее рисуй, это ты очень все просто делаешь! Так тебе ж полегче! Ты ж хотел полегче! Ще, я тебя как нарисую? Как нарисую? А ну, че это? Не знаю, сама думай, че это будет у тебя! Это и все! Ну да, две палочки! Ну хорошо, хорошо, сейчас я подумаю! Две параллельные линии! Так, что это у нас может быть? Это у нас может быть... Полянка! Полянка с цветочками! А что мне делать с твоими знаками припинания? Не знаю, я тебе нарисовала кружочек и какой-нибудь... А что это за блин? Два цветочка! Это должен быть один нормальный блин, который можно нормально съесть! Он и будет нормально! А че ты смотришь в мою сковородку? Смотри к себе в сковородку! Ты посмотри на него! А у меня вот тут будет розовая трава! Интересно, бывает розовая трава? У меня полянка с цветочками! Сейчас еще тут бабочку нарисую! У меня прям шедевр сейчас будет! Это же вторая часть уже этого блинного челленджа! Понимаешь? Тут уже пора шедевры рисовать! Так, бабочка и бабочка! Это кто? Это ты! Это я? Я рисую твой портрет! Интересно! А че у меня один глаз открытый, а другой закрытый? Потому что ты подмигиваешь! Кому? Мне! Ты кокетничаешь со мной! Кокетничаешь? Минуту назад собиралась зажарить мне лицо, а сейчас уже кокетничает! В этом вся Афинка! Блин, у меня трещит сковородка! Мне, кстати, с ней очень-очень страшно! У меня, когда я включила сковородку, она начинает трещать! И я думаю, блин, а если она взорвется? Прям осколки тут полетят! Вот это эпик будет видео просто! Вот, вот, слышали-слышали? В этом случае третьей части не будет! У меня прям картина! Я сегодня Рембрандт! Смотри, я еще узнала, что это! Но почему-то я сказала именно Рембрандт! Все! Я теперь жду, пока моя картинка поджарится! А что тут закрытый глаз? Ни ресниц тебе, ни бровей, ничего! Это нос! А рот где? Где мои волосы? Где ресницы? Где косичка, в конце концов? Что это? Это ты после неудачного похода к этому, косметологу! Я не хочу так ходить к косметологу! А придется! Где? Она мне что, вытрала все? Все ресницы мне вытрала или что? У нее был на тебя зуб! А рот где делся? Она мне его зашила или что? Блин! Я, короче, некую эту маску косметолог наносил! Я в инстаграме показывала! Короче, такая маска наносится полностью на все лицо! Она застывает! И остаются только две ноздри! То есть она мне рот заклеила, глаза заклеила! Просто вот так вот все нанесла! И оставила две дырочки в ноздри, чтобы я дышала! И я должна была так лежать 15 минут! Это было так страшно! Вы себе просто не представляете! Она сделала ошибку! Какую? В том, что оставила тебе дырочки для носа! Че это? Надо было тебе их залепить! А как бы я дышала? Лшами? Не знаю, это не мои проблемы! Так, я уже могу переворачивать, а ты? Я еще не знаю! Ты еще не слишком зажарил мое лицо? Да, хоть так твое лицо зажарю! А ну, мое лицо сильно поджарилось? Да мне еще не сильно! Еще можешь подержать мое лицо на сковородке! Еще рано, да, переворачивай? Да! Ну что, переворачиваем? Переворачиваем! Раз, два, три! Блин, у меня подгорел блинчик! Ну посмотри, какая у меня картина! Это все из-за тебя! Потому что я тебя ждала, пока у тебя зажарится мое лицо! Поэтому у меня сильно зажарилась картина! У меня прям очень красиво! Посмотрите, какие у меня цветочки! Какая у меня травка! Хотя эти цветочки такие гиганты, они больше похожи, наверное, на деревья, да? Такие деревья гиганты! У тебя поляна после пожара, она вся погоревшая, ты видишь? Да у меня все погоревшее, это все из-за тебя, потому что я тебя ждала! Больше я тебя ждать не буду! Ты жаришь мое лицо, а я тебя жду! Ты хотела, чтобы я перевернул твое лицо недожаренным? Угу! Ладно, давай показывать миру наши шедевры! Та-дам! Вот моя картина! Это просто картина, которую можно вешать на стены! Посмотри, какая она красивая! У тебя получился съедобный Рембрандт! Я не думаю, что он долго провисит на стене! Да, если даже я его не сожру, его облепят мухи и всякие муравьи! Нет, скорее его я быстро съеду! Прямо прилину к стене и все там выем! Я представляю, такая, прохожу я мимо, а эльфик вот так вот облепт стену и жует! И жует кусочек стены! По-моему, картина зажаренное лицо Афинки гораздо веселее! Ну, мне не весело, честно! Во-первых, мое лицо зажаренное! Во-вторых, ни ресниц, ни бровей! Рот зашила косметолог мне! Волосы повырывало! Что здесь веселого, я не понимаю! Ты ничего не понимаешь! Это твое лицо в интерпретации смайлика! Да? И что этот смайлик означает? Какое настроение? Ну, он подмигивает! Я же говорю, он кокетничает со мной! Хорошо, хорошо! А этот глаз у него свингал, видишь? А кто мне его набил? Косметолог! Она долго же над тобой взбивалась! Раунд 2! Мои креативные способности просыпаются! Я готов к более сложному заданию! Рисуй посложнее, пожалуйста! Сейчас я тебе как нарисую загогулину! Что это? Это загогулина! Ну, держись! И что? Что я должна по-твоему рисовать? Выглядят как числа! Но я вообще-то не хотел писать числа! Ладно, я сейчас подумаю, что я могу с этим сделать! С этими твоими каракулями! Что интересно! Ты видишь 96! И подписчики видят 96! А? Прикольно! 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 Так, а что мне с этим делать? Перевертыш на твоим! Это твоя проблема! Так, ну я тут вижу бабочку! Ну, я в прошлый раз бабочку рисовала! Ну, в прошлый раз у меня очень такая седьмая бабочка получилась! Если вы помните! Поэтому возьму-ка я реванш и нарисую бабусечку красотусечку! А то в прошлый раз корявенькая бабочка получилась! А в этот раз, надеюсь, будет красивенькая! Что-то ты мне очень просто нарисовала! А кто это? Это опять я? Косметолог мне звезду на лбу нарисовала? Нет! А кто это? Это не ты! Тебе до нее еще расти! А кто это? Скоро узнаешь! Ну, мог бы нарисовать принцессу пупырку! У нее же есть на болгу звезда! Посмотри, какая на этот раз у меня красивая бабочка получается! В прошлый раз у меня не очень получилось! На самом деле, ты мне очень хорошо в этот раз подмог! Красиво так крышки ей нарисовал! Слышишь, я думала, нарисовал тебе достаточно сложную заготовку! Угу! Посмотри, как ты мне помог! Какую бабочку ты мне тут нарисовал! Слушай, вот это ты выдумала! Как ты так ее прям креативно увидела? Я тебе тоже, между прочим, звезду! Смотри, какую креативную нарисовала! Только я не понимаю, кто это! Ты мне скажешь, кто это? Да, когда дорисую, я скажу! Я хочу сейчас! Пока рано! Вдруг она у тебя не получится? Или это он? Я что-то не понимаю! Что это за хрень на голове? Это волосы? А почему ты мне волосы не нарисовала? Кому-то какой-то бабе ты рисуешь волосы, значит! Потому что она ходит к правильному косметологу! Волосы не косметолог делает! К правильному парикмахеру! Я справился! Жду, пока зажарится! И меня жди! Я тоже почти справилась! Смотри, какая красота! Это знаешь, как будто шашлычок мы жарим! И мангал распаливаем! Да? Так! Угольки раздуваем! Ой, шашлычок еще есть, да? Пишите в комментариях, кто любит шашлычок на природке! Мне кажется, нет людей, которые не любят шашлычок на природке! Как ты думаешь, есть такие люди? Ой, это страшные люди, если они такие есть! Я бы таких людей опасалась бы! Если среди вас есть друзья, которые не любят шашлыки на природе, опасайтесь их! Они не те, за кого себя выдают! Раз, два, три! Переворачиваем! Ей! Бабочка! Она чуть-чуть поджарилась тут, но ничего! Красивая бабочка получилась! Ну так ты расскажешь, что это за бабетта у тебя тут на сковородке? Когда наступит время голосования, все расскажу! Сейчас это еще рано! Ну что, давай показывать миру наши шедевры! Та-дам! Подожди, я еще не показал! Я просто пытаюсь понять, какая сторона у нее более фотогеничная! Ну, наверное, со звездой! Та-дам! Та-дам! Посмотрите, какая у меня красивая бабочка! Красивше, чем в первом выпуске, да? Проголосите в комментариях, какая вам бабочка больше нравится! Это или из первого выпуска! Мне кажется, это красивше получилось! А тебе как кажется? Я думаю, что эта бабочка и правда лучше, чем та! Ты начинаешь бабочек рисовать намного лучше, с каждым разом! Да, еще пару длинных челленджей с бабочками, и я прям художником по бабочкам стану! Ну, расскажу, расскажу за эту бабу уже! Это героиня народных сказок! Принцесса, у которой во лбу звезда горит! Да? У тебя звезды нет, поэтому ты не принцесса! А вот эта принцесса, у нее во лбу звезда! И как ее зовут? Я не помню! Ну, я помню сказку! Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит! Где месяц под косой? Скажи, пожалуйста! Он под косой, его не видно! А во лбу звезда горит! А как же ее звали? Я уже не помню, как ее звали! Просто принцесса ее звали! Со звездой во лбу? Да! Но мне кажется, с этой стороны она более фотогиенична! Смотри! Слушай, это как будто ее пчелы покусали с этой стороны! Здесь ее немножечко обсыпало! Я не понимаю, чему она радуется, если ее обкидало прыщами тут! Во всем, что с тобой происходит, нужно искать позитивные моменты! Поэтому в этом недуге она нашла позитивный момент и улыбается этому! Блин! Это у нее звезда во лбу горит! Это ее просто покусали, понимаешь? Ее покусали, и у нее вылезла звезда на лбу! Ее заклинили просто-напросто! Ей приложили горящее что-то! Звезду горящую приложили, и вот она горит теперь у нее во лбу! Но на этой стороне ее реально покусали! Да, ее покусали! Вот эти такие большие, знаешь, комары! Ну, или ее просто обсыпало, потому что она сожрала слишком много шоколада! Вот что с тобой будет, если будешь много ешь шоколада, понятно? Мне такое не грозит! Я тут пророк, я напророчил тебе! Не надо, не надо! Это у меня пророческие блины пошли! В смысле пророческие? Вот там вот у меня фингалы, я без ресниц! В смысле пророческие блины? Я предсказываю будущее с некоторых пор! Ты забыла? Я колдун Ильфуций! Нет! Так же ты к моим пророчествам относись более серьезно! Ильфуций, сейчас у тебя будет вот тут на лбу, вот так вот просто, вот так вот! Будешь просто вот так вот, как она, вот! Похож? Блин, мое лицо после блина такое жирное, прям как ты! Слышишь? Так, я готов к третьему раунду! Я максимально разогрел свои креативные способности! Окей! Только ты держишь лопатку, а не тесто! Давай, теперь рисую тебе я! Сейчас, какие бы тебе загогулины были нарисовать? Эээ, слушай, надо рисовать на сковородке, а не на лице! Так, сейчас я тебе как сделаю! Вот так и вот так! Не знаю, что бы это значило! И что мне с этим делать? Не знаю, нарисуй мне, чтобы я тоже уже думала! А то время идет! Слушай, у меня есть идея! То есть ты решил повторить? Я посмотрю, как выкручишься ты из такой же самой заголовины, которую нарисовала мне! Но у меня не такая! Ну немножечко не такая! Время пошло! Ты придумал? Ты придумал? Нет! Я думаю! Ты что, тоже придумал? Да, ты что, тоже придумал? Да, я уже придумал! Что ты придумал? Что это такое? Так, я придумала тоже, подожди! Это у меня озеро, а вот это вот такой лебедь! И у него тут крылышка, и вот тут еще одно крылышко! Ой, змей-горыночка какой-то получился, а не лебедь! В общем, это озеро, и тут вот кувшинка! Вот так вот! Раз, раз! А это лебедь, понимаете? Это лебедь! Но сейчас еще тут надо где-то уточку нарисовать! Потому что лебедю одному скучно, ему нужна уточка! Это похоже на уточку! Уточка преследует лебедя! Подожди, подожди меня, лебедь! Я тоже хочу быть лебедем, но я только уточка! Что это у тебя? У меня ювелирная работа, надо ничего не разлить! Ты видишь мой лебедь и моя уточка на озере? Тусуются вместе! Я не могу отвлекаться на твои сказки! Какие сказки? Это лебедь и уточка! У меня есть все шансы победить в этом челлендже, поэтому я не могу отвлекаться! Не хочешь заценить мою уточку? Вот уточка, а вот это лебедь, понимаешь? Уточка бежит за лебедем! Что, не похоже? Или у меня больные фантазии? Зачем уточке бежать за лебедем? Она тоже хочет быть лебедем, понимаешь? Она, лебедь, лебедь, подожди, я уточка, но я хочу быть лебедем! А лебедь ей такой оборачивается, говорит, ты не лебедь, ты гадкий утенок! Да, вот ты же, ты смотрел гадкий утенок? Там же был гадкий утеночек, а потом он стал лебедем! Вот это гадкий утеночек бежит за лебедем! А где ты съела мою загогулину? А это озерцо внутри, озерца и там кувшинка! Какая кувшинка? Я уже давно хочу тебе это сказать! Дорогая, может, стоит показать тебя врачу? Почему? По-моему, у тебя не все в порядке! У меня развитая фантазия, понимаешь? Она у тебя чрезмерно развитая! Не в ту сторону! Давай мы тебя покажем врачу! Нет, ну ты что, не видишь? Вот это змеи горыны что-то лебедь! По-моему, это не лебедь, это отклонение! А у тебя что? Осьминог 2.0? У меня персонаж! Какой? Из очень известного мультика! Один из моих любимых мультиков вообще-то! Ты в прошлый раз рисовал этого, как его, осьминога? Нет, там был враг из игры Пакмэн! Ну, а это что? А это Сквидвард! Кто? Ты разве не видела мультик? Какой? Спанчбоб Скверпенс! Ты не видела этот мультик? Это один из моих любимейших мультиков! И там есть персонаж, постоянно недовольный, постоянно скептически настроенный на все! Сквидвард его зовут! Это осьминог? И он, да, он осьминог! А чем он отличается от осьминога с первой части? У тебя же тоже там был осьминог! Там, ну, там такой, знаешь, там такой пиксельный осьминожек, который съедал Пакмэна! Выкрутился! Ладно, давай переворачивать! Раз, два, три! Вот, смотри! Блин, я перевернула, и теперь лебедь бежит за уточкой! Понимаешь? Лебедь осознал всю иронию, и теперь он хочет стать уткой! А утка ему такая говорит, а помнишь, я хотел быть лебедем! И говорил, вот настанут времена, и вот они настали! Да, все перевернулось! Это карма! Вот вам и урок жизни! Не играйте с кармой! Это точно! Давай покажем! А то люди, может, не понимают, какой шедевральный лебедь и утка у меня получились! Раз, два, три! Та-дам! Лебедь! Уточка! Озеро! Кувшинка! Прям картина! У тебя прям законченный пейзаж! Да! У меня законченное произведение искусства! Это тоже Рембрандт! Да, это тоже можно на стенку повесить! А у тебя всего лишь асминог! Его только что, разве что, за глаз на гвоздь можно повесить! Это Сквидвард! И он тебя живьем съест, если будешь его обижать! Это я его сожру, понимаешь? Слушай, Сквидварду больно! Ты что творишь? Ты же сказал, что он меня сожрет, а я решила предупредительные действия, понимаешь? Не обижай моего Сквидвард, да он милый! Угу! Заключительный раунд! Матч-реванш! Крестики-нолики! Я в прошлый раз проиграла! Все, теперь я выиграю! Как можно вообще проиграть в крестики-нолики, вы мне скажите! На тебе, я первый хожу! Это тебе мой крест! А это тебе мой ноль! Я грозная с ноликом? Если мы будем играть в крестики-нолики до твоей победы, то это видео будет бесконечным! Ой-ой-ой! Давай! Короче, ходи вот там вот крестиком, а я вот тут ноликом! Короче, вот тут ноликом! Элементарно! И я походила! Я вот тут ноликом! Ты знаешь, что ты сделала ошибку? Опять? Ну блин, ну за я! Ты уже проиграла! Ты этого еще не знаешь, но ты уже проиграла! Ходи давай! Сейчас, только надо подумать! Теперь моя очередь все не испортить! Я все продумал, все ходы наперед! Ты проиграла! Так, я тут нолик! Ходи тут! Вот тут я нолик, вот так! Вот тут я нолик! Блин, как я пропустила этот момент! Блин! Блин! Мои крутые очки! Хочешь, я тебе нарисую твои крутые очки? Не надо, не надо рисовать мои очки, не надо! Они должны быть черными, а не розовыми! Ладно, давай тут уже закончим партию! Тут ничья! Да, блин! Что такое? Ну я как всегда выиграла вот так! Тогда я выиграл вот так! Нет! Я выиграла! Не забывайте голосовать в комментариях, кто из нас лучше справился, у кого круче рисуночек! В каждом раунде, кто из нас выиграл, не забывайте, голосуйте! По-моему, это очевидно! По-моему, это очевидно! Но я не только лучше в рисовании, я еще и лучше в игре в крестике нолики! Мне кажется, ты тренируешься! Я давно не играла! По ночам под одеялом там крестики нолики, высчитываешь стратегии какие-то и постоянно выигрываешь! А если даже и так, то что? А ничто! Ну что ж, мы надеемся, это видео вам понравилось! Если это так, то не забывайте про пальчики вверх и про пальчики вниз, если вам это видео не понравилось! Да, если ты хейтер, пожалуйста, поставь нам палец вниз! Если ты хейтер! Потому что палец вниз точно так же работает, как и палец вверх! Чем больше пальцев вниз и пальцев вверх, тем лучше! Да, да, да! Поэтому, если ты хейтер, ставь палец вниз, пожалуйста, ставь! Да, мы ждем твои пальчики вниз! Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны! И до встречи в следующем видео! Пока! Пока!